Наш портрет, который уже скопирован, мы сейчас с фотоматериалом впишем туда девушку Марьяну, только что вы видели на фотографии, или сейчас увидите, модератор поставит фотографию, то есть мы не с натуры, для того, чтобы вам было понятнее и легче, то есть мы приблизительно светили ее, как прилично для этой работы, даже лампу тут использовали, если бы солнце было на улице, было бы, наверное, чуть легче, но мы прямо на улице бы это сделали, но мы, так сказать, имитацию все равно сделали. И вот мы сейчас эти черты лица, которые, ну, где-то близко, начнем их туда вписывать, и будет такой образ, скорее Марьяна, чем нет. Вот, то есть такое поэтическое звучание образа. Так. Начнем перестройку. Глазная впадина чуть иначе выглядит. Увеличим это расстояние. Как оно должно стать. Здесь некоторое смещение. У Марьяны более широкий носик, поэтому сразу раздавим линию в цилиндричную форму, круглее кончик. Моздричка не так выкрикивает. Блеск в белке сохранился, так что глазки у нас карие, с зеленцой. не так выражены линии щели между верхним и надбровным дублой. так, ноздричка ниже. Так, ноздричка ниже. Так, ноздричка ниже. Вот эта линия. О, сразу появился узнаваемый мотив. . Вильнюю мотивацию. . . . . Уже немножко похоже стало, надо же, как быстро. Так, губки поднимем, видите, краска еще не высохла и легко двигается. Бровочки уточню. Так, губки поднимем. 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 Тут, конечно, очень важно сделать умную освещенность, то есть близкую к тому, которая была на портрете. Я посетовал, что нет солнечного сегодня дня, но тем не менее выкручивались из того, что есть, потому что Солнце можно неделю ждать в нашей местности. Используйте субтитры, как и в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok Здесь у нас по-прежнему коричнево-красный, в пользу красного, здесь в пользу коричневого, а глазком с чернотой зайдем. Субтитры сделал DimaTorzok